всем привет дорогие наши зрители подписчики гости и просто прохожие сегодня у нас 20 апреля 2019 года вот буквально несколько минут назад начался мелкий моросящий дождик ну зато снег хорошо сойдет все оттаивает потихоньку мусор везде бардак оттаивает мотоблоки выгнал я оттуда с той стороны а почему его оттуда выгнал короче козы все провода мне тут поживали закрыл пока от дождя в общем козы все тут провода мне отгрызли а кое-как нашел где какой снова соединял чтобы работал с ключа зажигания в общем пока здесь стоит потому что там снег и пока так закрыл тут у бардак это все надо было тут все убирать лишнее ну вот как снег все оттает будем наводить порядок тут я начал уже потихонечку красить у меня краски не хватило придется докрашивать уже но я с банку купил ездили мы в город немножко докрашу вот наличник на дверь тоже покрасил но цвет орех а вот это я буду красить уже цвет лиственницы банку тоже краски у меня уже есть ну как она не краска называется она пропитка по дереву специальное от воздействия солнечных лучей и от воздействия атмосферных осадков ну чтобы вообще вот это дело не выгорало и буша было красиво вот джок валяется у нас загорает козы гуляют и светлана тут идет с рассадой в общем сейчас пойдем смотреть рассаду чё на там чё у нас там там наделал что козы орете имея козы меда козлята бегают уже в общем стадии сено вам надо да сейчас все надо дать не ритя сена скоро дадим все нормально вот да 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 сено вам надо да ах вы козы 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 наши козы в общем все оттаивает идем в теплицу что у нас там творится света расскажет вам что она тут натворила да не отходи так я мешаюсь тебе в общем она сшила такой чехольчик из армированной пленки в общем так здорово замки вшила здесь и вот здесь вот углы все прошила в общем это дело все можно просто снять допустим она это может снять и можно обратно одеть и вот здесь вот такие окна у нее сделаны да в общем вот 4 замка они эти замки нужно полностью вообще да вот как здорово получатся старые замочки у тебя да старые замки у меня цветные видишь от разных старых вещей отодрала и пришила тут у меня рассада помидорчиков там перчики эти что-то слабенькие помидорки а это что такое капустина вот это капуста капуста дома посеяла она вытянулась а вот это что там цветы цветы разные цветы в общем нашем климате получается нужно делать парничок в теплице потому что ночи еще холодные а днем тепло вот и приходится вот так вот играть тут клеенками да карбонатами он муравьи слушай тут заявились да вот надо их удалять я хотела посеять но но не получилось потому что мы муравьи я вчера кипятком ошпарила борную кислоту сюда сыпала с сахаром но вот что-то плохо видать помогает ходишь они тут как вы боретесь с муравьями на ваших грядках теплицах и так далее расскажите ваш опыт смотри дорожка дорожки вон видишь вон они ходят это мелкие черные муравьи вот туда где у них уровень никто где-то там не знаю тут тепло кстати на градусники 20 градусов хорошая погода внутри на показывать а там не покажешь ну короче чего я хотела нынче поменять местами где садила помидоры вот в этой вот и дальней теплицы да я посажу посажу нынче огурцы потому что огурцов обычно плодов у нас очень много и нам хватает хочу нынче помидор побольше посадить и вот поменьше огурцов вот здесь я буду садить огурцы но это будет позже сейчас у меня здесь будет всякая зелень рассаду здесь насею вот в этом парничке а потом это огурцы посажу всякие а на той стороне теплицы там будут помидоры и высокие всякие и желтые крупные и мелкие всякие сорта помидор так огород у нас еще весь в него навоз оттаял здесь у нас забор там вообще все выдавило снегом он уже трюхлявый вот надо менять вот оттуда вообще-то по сути то вот вообще оттуда надо менять забор вот это все надо менять вот так вот так вот так вот так вот так и и вот до туда надо все менять в общем здесь метров наверное 60 надо забора менять вот здесь у нас яблонька закрытая и вот здесь еще одна под снегом снега подо мной сейчас где-то сантиметров 50 еще очень много еще снега вот там то вот уже видите все в проталины кругом уже все растаяло прошлом видео я уже говорил потому что там западный склон здесь восточный склон и долго очень снег тает как раз в этом месте вот на этом склоне а там быстро снег растает там он тоже уже за лесом проталина везде в общем там вообще хорошо красота ну вот что поделаешь так уж есть в общем здесь у нас яблоньки не знаю замерзли не замерзли не мы их зимой снегом подсыпали они у нас были закрыты нынче особо мороза такого большого не было все тут забор весь выдавила вот такой вот у нас пляшущий забор уже не пляшущий уже пьяный забор короче все пало прошлый год я вот эти столбы вкапывал большие бревна нынче останется сделать ну сам штакетник уже набить здесь продолжать тоже надо влезть за валежником и и забор уже вот у нас сюда короче там баня старая все это разбираться будет уже взял на забор поставить чтобы потом ее разобрать но когда я доберусь вот этого дома я не знаю в общем тут работы навалом рук у меня только две не хватает потому что при прежде всего на вот забор поставить а потом все остальное и потихонечку будем где-то доски разбирать и вот этот дом весь бот разбираться полностью все 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 будет разбираться и на этом участке не знаю если бог даст жизни здоровья может когда-нибудь я уже построили что-то другое а пока вот так здесь у нас оттаивает смородина раз-два а вот это вот дерево это слива вот это слива у нас прошу год мы здесь собрали только на на три ягоды всего вот но вот это красный черем вот тот козлик у нас мы зовем его кузей вот сюда бежит вот этот кузя он тоже продается но вот что-то тоже никто не берет кузя покажи свой личико лет там да очень шустрый козлик вот ему уже месяц небольшим и все пьет воду зерно и сено из в общем самостоятельно уже ну конечно мы его молоком еще допаиваем их всех вот этих маленьких это у нас козочка марта она остается в нашем хозяйстве но вот этого козлика мы продаем он камолый без рожек видимо нас по наследству от матери передалось ну а по комплекции так сказать по росту передалось этот сам потому что у него очень крупный ну в колке где-то сантиметров 90 точно в общем крупный молочных направлений так что был бы хорошим производителем кому-то но вот эти козочки у нас продолжают шить расти на нашем хозяйстве две уже дойные а 2 будут покрываться только осенью и молоко от них будет уже только следующей весной и у нас будет уже 4 дойных козы пока 2 ну в принципе 2 это уже достаточно я так скажу ну слава богу они молочные козы сколько у нас козы дают молока милка дает 4 литра а манька 2 литра ну вот на сочных кормах добавят милка будет около пяти а манька два с половиной три ну вот от двух коз уже считай сутки мы имеем по 6 к 6 литров ну мы два литра вот это манькина молоко этих товарищей кормлю манькин а 4 литра нам выпиваем сейчас на творог молоко поставил андрею не даю древина не дает молоко андрей молочная душа он без молока козье молоко только за обе щеки уплетает малыш я у нас давно не ели творог охота мне творога сделать вот и расскажи чем отличается творог из козьего молока из крови молока разница прежде всего вкусом и видом козье молоко и козье творог он идет такой мелкий зернистый такой а коровий он такой крупный но по составу по качеству я не знаю лучше конечно козье мне больше нравится по вкусу ну мне еще и по питательности козье лучше нравится потому что раньше мы думали что ну по крайней мере я думал что коровье молоко ну и она хорошее молоко но когда есть чем сравнивать то козье молоко она по ценности питательности намного лучше вкуснее и полезнее особенно вот тем кто аллергик там или еще вот эти каких вот детям допустим да маленьким дают потому что ноги по аллергенная ну и творог из него очень вкусно получается поэтому кто к нам писал что вот почему вы корову не берете ну вот потому не берем потому что по питательности молоко козье лучше поэтому для нас лучше держать 3-4 козы чем одну корову ну и плюсов больше мы видим ну кто-то считает иначе пусть считает мы считаем вот так малый рогатый скотом все-таки это плечена поменьше надо и да и сено поменьше и козы в голодный год прокормят потому что они могут на вениках выжить на ветках корова только траву из вот ну вот так вот и козлят они приносят по два по три козленка сезон корова только теленка одного приносит да и надо осеменителя тоже для коровы это проблема найти у нас тут а для козы чего он свой козел есть сидит там стаде валили вернее вот петушочки с курочками ходят вот эти вот маленькие петушки большими гребешками их у нас очень много вот пытаемся как-то их продать на их никто не покупает уже совсем по дешевке отдаем потому что куда их нам столько в общем родилось у нас 60 яиц ну вот 50 на 50 можно сказать 30 курочек 30 петушков ну я грубо так говорю и вот несколько петушков мы оставляем себе с курицами остальных надо куда-то девать мясо от них ну чё от них мясо-то толку то больше работы чем еды поэтому кому надо берите обращайтесь звоните приезжайте забирайте напомню что это птица вот эти белые курочки петушки это порода лигорн или легорн как правильно в общем яичная порода несут они яйцо белого цвета вот такие вот они так что кому надо пишите звоните